Первый вариант это каскад мутации. Известно, что раз возникнув, некая мутация может охватить всю популяцию, часть популяции, либо исчезнуть из популяции. Отсюда видно, что новый вид может возникнуть из старого в результате каскада мутации. Но тогда по отношению к человеку возникает вопрос о промежуточных звеньях. А так как процесс этот был длительный, то эти промежуточные звенья должны были бы быть известной науке. Вместе с известной ископаемой человеком. Но их нет. Такой процесс допускает и деградацию вида. И есть, в общем-то, такие научные теории, в кавычках, которые утверждают о том, что идет деградация человека. Но глобальный эволюционный процесс имеет однонаправленный характер. Вспоминайте кадуции, две змейки, которые не могут ползать назад. И идет он, этот характер, в сторону усложнений. В современной биосфере существуют только устойчивые виды. А обилие промежуточных форм мы с вами не наблюдаем. Продолжение следует...